Всем привет! Решил восстановить свои часы от Sorento первого поколения. Вот так они выглядят. Соответственно, процесс разборки, приборки и разборки самого корпуса часов снимать не стал. Там ничего сложного нету. Как бы разберется любой человек. Для начала у нас подключим мы 12 вольт, чтобы проверить, что у нас часы работают или не работают. Ну, как видим, что никаких признаков жизни они не подают. Значит, нужно искать уже проблему, конкретно прозванивая все элементы тестером и пытаться найти, что же у нас неисправно. Для начала поставим наш тестер в режим прозвонки диодов. И начнем прозванивать диоды. У нас там 4 диода. Это вот такие, если видно на видео, элементы с черным корпусом. Соответственно, если диоды у нас не рабочие, то у нас тестер покажет либо 0 или 1. Ну, в зависимости от какая модель тестера, они иногда по-разному показывают. Если диоды у нас живые, то показывать будет там значение 500, 600. Ну, соответственно, такие адекватные значения. Главное, чтобы было не 0. Вот, соответственно, пока у нас все хорошо. Эти диоды вроде как живые. На Сранта-Клубе некоторые люди сразу их меняют на новые. Но также в комментарии там почитал, что эта процедура не несет длительного характера. И, скорее всего, там через некоторое время они опять будут устроить. Ну, если, конечно, проблема у этих диодов. Ну, наверное, это все-таки не в них проблема, раз они так выгорают. Вот. Теперь, на всякий случай, прозвоним еще сопротивление, померяем. Может быть, какое-то сопротивление сгоревшее, и поэтому у нас-то и не работает ничего. В принципе, это даже было бы очень хорошо, если сразу найти вот так вот впрямую поломку. Смотрю, конденсаторы так вот визуально никаких видимых повреждений не имеют. Они не вздушившиеся, ничто. Ну, они, конечно, электролитические конденсаторы, но менять я их буду в самый последний момент, если это, конечно, дело в них будет. Ну, судя по их внешнему виду, не сказать, что они такие там вздутые, почерневшие, там, пожелтевшие. Живые вроде. Ну, как видим, сопротивление у нас тоже вроде как все меряются. Маркировку значения я не смотрел, главное, чтобы у нас какое-то значение вниз с них выдавало, что они хоть что-то какое-то сопротивление выдают. Так вот, с виду все нормально. Низ-то там на силовой плате было какое-то потемнение снизу, ну, это потом посмотрим. А так вот, в целом, так плата вроде никаких повреждений таких физических не имеет, чтобы на что-то конкретно прям грешить. Если, конечно, умер сам вот этот блок модуля, то это будет очень, конечно, плохо. Я его самостоятельно, вряд ли, поменяю. Это ли нужно ли будет действительно менять весь модуль целиком, покупать новый, или там с разборки где-то искать. Либо что-то колхозить и ставить какие-то другие часы. Ну, в принципе, неохота. Я постараюсь все-таки эти починить по возможности. Керамические конденсаторы там еще у нас впереди стоят, но я крайне редко встречал, чтобы они выходили в строю. Если уж прям конкретно там что-то замкнуло, то... Ну, вот что тут этот не меряется. То ли я не там контакт поймал его. А там вообще их два стоит. Ну, ладно. Я думаю, все-таки проблема не в конденсаторах. Вот единственное, вот этот транзистор еще непонятный. Ну, если проблема в нем, то, в принципе, транзистор это есть, можно перепаять. Так, ну, для начала попробуем все-таки все это дело аккуратненько пропаять контакты. Особенно это место, где вот эта пожелтевшая часть, что-то мне не нравится. И плюс на платье видно, что какие-то последствия, то ли некачественная заводская пайка была. Есть места, где прям видно, что канифоль торчит. Странно, что там канифоль вообще делает. Либо кто-то до этого их туда уже лазил в эти часы и как бы тоже пытались остановить. Ну, на всякий случай пропаяем все контакты, дабы исключить у нас непропой или недопаянные какие-то элементы. Потом посмотрим. Если поможешь процедуру, то будет, конечно, круто. Держать долго здесь ничего не надо, прям все плавится очень хорошо. Ну, в принципе, паяльник нужно иметь такой ватт на 60 хотя бы, чтобы он быстро все так и разогревался, и плюс он держал температуру хорошо. Вот эти контактные площадки, вот прям под ней видно, как флюс, не флюс, а канифоль оттуда почему-то вылазит. Странно вообще. Очень сильно повезет, если это просто никакой-то не пропай. Потому что с виду так и тестерам вроде элементная база-то жила. Ну, конечно, я микросхему, которая находится под самим блоком монитора никак не прозвоню и не проверю. Это надо все там отпаивать и как-то, не знаю, диагностировать по-другому. Просто менять на новый, поэтому вся надежда только на попытку пропаять. Вот некоторые контакты тоже вот я смотрю и оттуда прям вот видно, как почему-то канифоль у нас, ну, похожая на канифоль такая вот субстанция испаряется. Закипает и испаряется. Также пропаяем все элементы на модуле с мониторчиком. Если проблема в нем, то тоже, в принципе, будет хорошо, если пропой нам поможет. В принципе, такая-то процедура-то незатейливая, то есть, как бы ничего сложного нету. Но гарантия в том, что это все нам поможет, ну, 50 на 50. Если это все не поможет, то нужно будет цеплять питание напрямую уже контактом и тестером пытаться смотреть, где есть у нас напряжение, где нет напряжения. И, грубо говоря, так уже по жесткому пытаться выявить проблему. Ну, опять же, повторюсь, то есть, если так будет тоже делать, слишком долго держать тоже не надо, дабы там что-то не перегреть, потому что там вот эта микросхема, где под монитором, который стоит, ну, опять же, непонятно, какие там температуры режима она выдерживает. Поэтому лучше иметь хороший паяльник, чтобы, грубо говоря, за одно касание, там, меньше секунды у вас все это дело пропаивалось, дабы, опять же, не повредить плату там, или что-то не перегреть. Потому что у нас перегрев тоже, он очень вреден и не нужен. Так, ну, вроде все у нас пропаялось. Сейчас накинем провода, 12 вольт от импровизированной зарядки. Вот, значит, правый и нижний контакт, это у нас земля, левый и верхний, левый и нижний, это у нас 12 вольт. Один из контактов, это у нас зажигание, а один из контактов, это у нас батарея идет. То есть, их нужно вместе закнуть, чтобы часы запустились. Ну, как видим, пропайка помогла, это очень круто. Вот, соответственно, значит, проблема была, видимо, в плохом контакте где-то. Я подозреваю, что это все-таки, вот где большое сопротивление, вот в том месте, там такое вот потемнение видно на плате. То есть, скорее всего, там был какой-то либо плохой контакт, потому что, ну, все это дело, видимо, коротило и грело чуть-чуть сильно. Ну, и со временем, видимо, до такого дела, там, контакты плохо отошли, видимо, ну, вообще отплата. И у нас часы наши и так вот отказались больше работать. Ну, в принципе, вот все, пропаяли все это дело. Теперь нам нужно плату очистить от флюса, не от флюса, а от паяльного жира, ну, дабы тогда ничего не липло. Некоторые паяльные вот эти вот средства, они могут корродировать, поэтому лучше все это дело отмыть, чтобы, опять же, наши контакты потом не закорродировали и опять не было проблем у нас с плохим контактом на плате. Поэтому все аккуратненько очищаем. И можно все это дело ставить и на машину. Фотографию я прикреплю с этим местом, где потемнение на плате. Если тут кто-то будет делать, обратите внимание на место и, наверное, там будет, в первую очередь, там нужно будет пропаять эти контактики. В принципе, и все. Так, одеваемся, едем в машину все это дело собирать и смотреть. Так, ну, в машине уже находимся. На улице темно, как видно. Света немножко не хватает, поэтому будет немножко плохо видно. Видео немножко ускорим, потому что здесь такая рутинная работа, особо, наверное, никому не интересная. Корпус собираем потихонечку. Там, самое главное, когда будете разбирать часы, если у вас такие же есть, там в корпусе такие три шпильки, которые у нас настраивают время. Вот они, если корпус неаккуратно разбирать, то можно эти шпильки выронить. Они маленького размера, то можно легко их потерять. Поэтому аккуратно корпус выбирайте, чтобы не все дело не потерять. Корпус очень простая конструкция. Там всего четыре защелки, то есть никаких болтов, ничего там его не крепят. А сам корпус цепляется внутри приборной панели на два болта. То есть простая схема, подобраться к нему очень просто. Ничего там разбирать так сверхъестественно не надо. То есть панелька снимается элементарно. Вот все защелкнули. Все, все круто. Все. Кнопочки нажимаются. Это самое главное. Снимаем эту верхнюю панель, где у нас такой вот кожух. И тут, наверное, не видно будет. Ну, кто разбирать будет, уже поймет. Вставляем число места. Фиксируем на два болта. Так, у нас зажигание включено. Соответственно, у нас сразу должно все заработать. Сейчас затянем последние болты. В общем-то и все. Собрали. Ставим все аккуратно. Ну вот, часы работают. Осталось только нам поднастроить время. Все дело это дальше. Да, собрать. И можно пользоваться. Ну, надеюсь, я больше в этот блок не полезу. Что пропайка нам поможет. И все-таки часы будут нормально работать штатно. На этом все. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Пальцы вверх. Делитесь этим видео в социальных сетях. Мало ли у кого-то такая же проблема есть. Всем удачи. И пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok